Добрый день, мои дорогие друзья! В предыдущем видео я зарекся больше не снимать ролики о восстановлении после инфаркта, но сейчас хочу частично свое же собственное обещание нарушить. И дело вот в чем. У меня прошел год после инфаркта, реабилитация закончилась, и, соответственно, я приступил к одному из очередных обследований своего организма, которое, в том числе, естественно, включало сдачу анализа крови. Я приехал в лабораторию, не буду называть название, чтобы это не было рекламой, эта лаборатория мне за это не платит. Сдал все анализы, то есть, скажем так, я подошел сначала к администратору, начал называть все те анализы, которые мне необходимо сделать, которые мне ранее озвучил мой кардиолог. Ну и так подумал, слушайте, почему бы сразу не сдать еще и анализ на антитела, ну когда я еще дойду сюда? Я решил сдать анализ, в том числе, на антитела к коронавирусу COVID-19, ну, про который сейчас, мне кажется, трубят на всех каналах, везде, где только можно. И в интернет не исключение. Соответственно, после того, как кровь сдал я, в течение суток, даже, скажем так, до вечера, я получил ответы на все показатели, которые меня интересовали. Забегая вперед, скажу сразу, что у меня все показатели в норме, кроме одного показателя, именно Т. Диммер, который говорит о том, что у меня... Этот показатель показывает не то, что у меня сейчас есть какие-то сгустки, тромбы и тому подобное, что у меня есть какая-то форма тромбоза, а показывает то, что эти тромбы были. Соответственно, я, в общем-то, так, немножечко напрягся, потому что показатель был завышен, ну, без малого, я скажу так, в два раза. Это не маленькая цифра, на мой взгляд, хотя, может быть, врачи скажут, что я ошибаюсь. И, соответственно, я начал тут же гуглить, потому что, ну, как любой человек 21 века, ответы ищет в интернете. Я начал гуглить, при каких ситуациях может быть подобная проблема. Причин там достаточно много. Основные это, в общем-то, какие-то травмы, это какие-то онкологические вещи, ну, то есть, мягко говоря, там ничего хорошего не было. Но онкологию я не чувствую. Я понимаю, что онкологию можно не чувствовать, но, скажем так, если бы эта онкология была бы какая-нибудь там связанная с почками, с какой-то мочеполовой системой, или же с кишечником, с органами пищеварения, ну, именно сидя на кроворазжижающих препаратах, наверное, я заметил это по наличию крови в выделениях, простите, что-то такие подробности интимные. Этого ничего нету, сумочувствие у меня хорошее, как я всегда уже говорил, поэтому я решил копнуть, думаю, а где еще это может быть? То есть, как обычно, в интернете информации много, но информация немножко косая, кривая и со всеми вытекающими последствиями. И тут как раз самым последним подоспел анализ на коронавирус, точнее, на антитела к коронавирусу COVID-19. Я с удовольствием, с одной стороны, с другой стороны, с удивлением для себя увидел то, что у меня эти антитела есть. Ну, собственно говоря, о чем это говорит? Это говорит о том, что я переболел этим вирусом, этой болезнью, когда я могу только предполагать, болел я, ну вот, если говорить про какие-то там температуры высокие или что-то еще нет, у меня ничего этого не было, ни там, ни кашля, ни температуры высоких не было. Единственное, что у меня действительно был показатель, это пропало обоняние. Ну, опять-таки, когда оно у меня пропало, я прогуглил, что это обоняние пропадает, не только при этом виде заболевания, там есть и от других причин, но у меня были подозрения. С другой стороны, я находился на даче, в общем-то, где я мог заразиться. Да, конечно, я там выезжал в больницу, потому что у мамы были проблемы, определенные со здоровьем, и, в общем-то, так случилось, что моя мама ушла из жизни 26 июня. Я потерял ее, об этом будет отдельное видео, ну, не о том, что мама моя ушла из жизни, о том, ну, выпиющем, просто раздолбайстве российских медиков, которые работают и обслуживают нас по полису обязательного медицинского страхования. Ну, то есть, просто, скажем так, там будут названы все названия лечебных учреждений, там будут названы все, собственно говоря, главные врачи этих лечебных учреждений, если они посчитают это клеветой, ради бога, могут на меня подавать суд, у меня все зафиксировано. Ну, сейчас не об этом. В принципе, я чисто теоретически мог там заразиться, вполне себе, хотя вроде как больницы были чистыми от ковида. Ну, бог с ним, ладно. Я начал смотреть уже конкретно, а что происходит с больным ковидом. И вот, что я для себя обнаружил, какую информацию, которая пока еще в интернете мало, и которая может быть интересна вам. Так вот, при ковиде-19 чаще всего смертность происходит от пневмонии. Но не просто от пневмонии как таковой. Нет, она происходит от пневмонии в тот момент, когда... Вот вы, наверное, слышали такой вот термин, эффект матового стекла. Так вот, поверьте мне, на самом деле можно спасти человеку, у которого пострадало и 50, и 70, и 80% легких. Проблема не в этом. Проблема в том, когда сами легкие перестают воспринимать кислород. А происходит это тогда, когда в крови начинают образовываться микротромбики, которые затыкают с собой, собственно говоря, кровеносные сосуды, которыми пропитано все тело легких, и кровь там перестает циркулировать, и, соответственно, она в этих легких перестает усваивать кислород. Вот именно тогда человек умирает. Соответственно, из этого я сделал вывод о том, что при ковиде-19 у человека образуются тромбы. Микротромбы, крупные тромбы. И не исключено, что это было в том числе и у меня. Но, опять-таки, повторюсь, так как у меня прошло все относительно, ну, не относительно, бессимптомно. То есть я больше в это время продолжал работать на удаленном доступе, по вечерам делать ремонт на даче. То есть я вообще это не прочувствовал на себе никаким образом. Но я сделал вывод о том, что, собственно говоря, вот этот вот показатель Т-димер может быть связан, завышенный показатель Т-димер может быть связан с тем, что как раз у меня в момент ковида образовывались тромбы. Больше того, я нашел подтверждение некоторых наших отечественных врачей, некоторых зарубежных врачей, которые действительно говорят, что этот показатель может сильно увеличиваться после того, как человек переболел, соответственно, вот этим заболеванием. И эту информацию я хочу до вас донести. Имейте в виду, если вы переносили инфаркт, если вы находитесь в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, то еще и по этой причине COVID-19 для вас опасен. Опасен, но не смертель. Потому что, если вы предпринимаете какие-то шаги и делаете правильные вещи, вы минимизируете вот этот вот риск, про который я вам сейчас конкретно говорю. Потому что, ведь не секрет, что эти тромбы могут совершенно спокойно образовать из себя достаточно крупный тромб, который нанесет вред непопроймим вашему здоровью в виде инфаркта или повторного, или первого, или инсульта. Поэтому смотрите, если вам врач прописывал, неважно, до инфаркта вы или в группе риска, или после инфаркта, если вам врач прописывал кроверазжижающие препараты, обязательно их пейте. Обязательно. То есть, не слушайте вот эту чушь, которую можно видеть очень часто в интернете. То есть, ну, как минимум, в этот период, пока инфекция еще не побеждена, пейте. Это однозначно. Второе. Необходимо пить большое количество воды. То есть, вот возьмите, именно, очень часто врачи и специалисты, диетологи путаются с тем, а сколько же, собственно говоря, воды надо пить в день. Я рекомендую сделать следующее. Вот, по крайней мере, на этот период, а лучше, если это станет вашей привычкой по жизни. Возьмите то количество воды, которое вы употребляете в виде, в ежедневной виде чая, супа, соков, кофе и тому подобное. И вообще его не считайте. И вот к этому количеству воды прибавьте еще минимум литр, оптимально полтора литра чистой воды. На самом деле, очень легко заведите полтора литровую бутылку или сразу купите блок вот этих вот полтора литровых бутылок воды и просто выпивайте в течение дня. Подошли, встали с утра, налили себе кружечку, водички выпили, в обед, там обед начинаете. Кстати, это и полезно для пищеварения. Поэтому увеличьте количество воды. Это, конечно, повлечет за собой неприятное учащение, посещение туалета, но поверьте мне, лучше идти таким образом, чем потом бороться с вот этим возможным образованием тромбов в ваших сосудах. То есть, помните, что ковид для вас опасен не просто пневмонии, потому что пневмония, пневмония, слушайте, болеют ноги, мне простите за выражение. У отца стоит два стенда, ему 82 года, он переболел два года назад воспалением легких, ну и как бы переболел и все, и нормально все, абсолютно, без каких-то проблем. А вот именно вот это вот свойство такое не очень хорошее в принципе инфекция, инфекционной пневмонии конкретно, и то, и ковида-19, в частности, то, что он образовывает тромб. И повторяю еще раз, если ваши легкие как бы, ну, выдержат это, то не исключено, что это может повредить еще и вашей сердечно-сосудистой системе. Поэтому, друзья мои, будьте здоровы, берегите себя, потому что, ну, здоровье, оно одно, жизнь одна, все это купить, к сожалению, невозможно. И помните, что, конечно же, надо принимать определенные меры предосторожности, дабы не заразиться вот этим там вирусом конкретно. Но меры предосторожности должны выглядеть не в виде ношения бестолковой маски, потому что, ну, простите за выражение, ну, это бред полный абсолютно. Никакая маска ни от какого вируса не защищает. Но это уже все знают. Мне кажется, это только, ну, производители масок сейчас втюхивают обратную информацию. Нет, я имею в виду, что необходимо вести здоровый образ жизни, потому что я не спорю, может быть, инфаркт на меня не так сильно повлиял в плане последствий, может быть, потому я практически бессимптомно переболел COVID-19, что у меня здоровый организм, что я дружу со спортом, что я веду нормальный режим, то есть я сплю по ночам, стараюсь спать по 8 часов, я занимаюсь спортом. сейчас я не посещаю спортзал, но гантели никто не отменял и хождение на свежем воздухе там по часу хотя бы в день тоже никто не отменял. Все-таки стараюсь ходить не меньше 7-8 километров. Обязательно надо питаться правильно, никаких вредных привычек в виде там употребления, особенно табака, там, курения. Все это надо убирать и надо вести здоровый образ жизни. Поэтому смотрите, самый лучший профилактика ковида это как раз привести свою жизнь в норму. То есть то, что я в принципе всегда всю жизнь говорил во всех этих видео. То есть начните вести здоровый образ жизни. Это укрепит ваш иммунитет, укрепит ваш иммунный ответ таким вот внешним воздействием, внешним риском как инфекционные заболевания. Ведь инфекционные заболевания это не только ковид-19, это у нас сейчас просто только о нем говорят. Это и гриппы, и сезонные рви, которые присутствуют всегда и которые на самом деле представляют для тех, кто в группе риска по сердечно-сосудистой системе не меньше опасности, не меньше зло. Поэтому повторю еще раз, будьте здоровы, ведите здоровый образ жизни, правильно кушайте, правильно отдыхайте, правильно занимайтесь спортом, правильно питайтесь. Все у вас будет хорошо. Ну а я соответственно буду наблюдать вот этот вот показатель дедимера в динамике. В любом случае планирую посетить гастроэнтеролога, пройти ну и не самые приятные процедуры, связанные с обследованием желудка и кишечника. Об этом, наверное, сообщу дополнительно. Так что всем пока, будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!